Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, и мы продолжаем проходить XCOM. Потом остановились мы на том, что они довольно неплохо прошли предыдущую миссию, без потерь, всех убили, все там клево сделали, еще и сиктоида живого забабахали. Так что, кто-то там у меня возвращается в строй. Что-то просили этого, сиктоида? Ну, а вы кормить не пробовали? Не совсем. Но если есть доступ к мозгу, можно получить кое-какие полезные сведения, яркие образы, мысли. И о чем же думал наш покойный друг? В его мыслительных шаблонах несколько раз повторялся один и тот же образ. Вот этот. Ну, это он и есть. Встречали такую штуку, доктор? Не сказал бы, что это большое открытие. А еще в мозгу нашей особи была связь между этим образом и этим. Невидимка, которого мы заметили, когда сбивали наш первое НЛО. Дайте угадать, вы и в его голове хотите покопаться? Это еще один кусочек головоломки. И я очень надеюсь, что на этот раз вы не станете стрелять, а постараетесь взять его живым. Ну, а то вы мне намекаете то, что... Вы замочили вообще. Проект лучевое оружие ускорен? Ну, окей. Тогда лучевое оружие будем делать. Шесть дней. Да, я думаю, это будет клево. Вы сделали все возможное, чтобы схватить и допросить пришельцев. Теперь дело за вашими бойцами. В смысле, вы сделали все возможное, чтобы схватить пришельцев? Около кристалла появилось странное создание. Надо бы пытаться поймать эту тварь. Сейчас это самая важная задача. Я рад, конечно, что эти, блин, долбанные ученые сидят там у себя и совершенно не думают о том, что у меня-то тут бойцы гибнут. Пришельцы похищают людей. Египет, Канада, Франция. Канада. Канада прикольная страна, конечно, но она слишком близко к Америке. Ну, прямо над Америкой. С другой стороны, Франция это Европа, а мы в основном в Европе работаем. Ну, Каир, правда, тоже недалеко, но... К тому же, Египет там клево. Хотя там русских туристов мочат. Так. И что мы имеем? Какая-то опять новая негритянка. А, так у меня все в строю, что ли? То есть это опытная команда бойцов уже, да? Нет, ну я думаю, все-таки надо взять кого-нибудь нового. Ты, конечно, хорошо постаралась в тот раз. Так, я не то вообще сделал. Так. Например, возьмем нового солдата Игор Богданов. Игорь Богданов. А тут сразу два сержанта. Будет обидно? А, нет, всего один сержант. Сержант. Ну, давай, сержант, не подведи. Игорь Богданов. Задержать эту херню, говорите, да? Ну, он же там... Вы сказали то, что он там, где корабли падают? Это срочно. Много кто ждет помощи. Парадный маркер перехвата в одном крупном городе уже несколько раз видели пришельцев. Надо отправиться туда и разобраться с лунатиками. Франция. Что-то похоже на первую миссию в Берлине. Это картинка Франции. Аптечка помогает бойцу излечиться от яда. Также защиту от отравления может обеспечить улучшенная броня. Спасибо за... О том, что сообщили мне, что будет яд. Алый шакал. Операция. Кто так называет вообще этих? Ну, вы поняли. Операция. Алый шакал. Я понимаю, золотой шакал или золотая антилопа или... Алый поперну. Алый шакал. Бобрики. Бобрики, это прикольно же. Ну, присели. Стурм один, ответьте центру. В зоне высадки огонь по готовности. Будьте осторожны. Ну, я, конечно, как всегда осторожен буду. Давайте посмотрим. Тут у нас что? Пока никого нету, да? Не хотелось бы мне терять этого бойца, если честно. Как тут мокро во Франции, слушайте. Так, снайперюга. Снайперюгу надо куда-нибудь повыше зафигачить. Я же ему улучшил, чтобы он с высоты к леву стрелял. Но тут нету высоты. Вот подстава. А вот сюда можешь? На эту фигню нет? А что, слабак, что ли? Ну, вот вроде бы неплохая машина. А если они вот отсюда вылезут? Будет неприятно, наверное. Эмили. Я перекрасил ее с серого цвета на другой цвет. Она уже все-таки не маленькая у нас. В одной операции участвовала. А вот это рядовой Богданов. А вот это рядовой Богданов. Он еще совсем новичок. Так. Ну, тут особо спрятаться-то даже негде. Блин. Опаньки. Чувак, ты прям как... Прям как по заказу для моего снайпера. Конечно, было бы неплохо тебя обезвредить, но... Я думаю, не стоит. Так, снайперюга. Что скажешь? Ты не видишь его? С хера ли ты его не видишь? Бля, если я побегу сюда, то он меня засечет. И начнет палить. Так. А если ты побежишь... А, ну ты его видишь, да? Но шанс маленький, 45%. Ну, думаю, стоит попробовать. Ну, неплохо, неплохо. Ты. Ну, ты, конечно же, не дострельнешь до него. А вот он до тебя дострельнет, если я побегу. Что-то мне подсказывает. Да. Бля, опасно, опасно, слышите? Постараемся. Да. Я в порядке. Бля, машина взорвется на следующий ход. Плохо. Но. Ну, и он в него не попадет, конечно, 42%. Это мало. Хотя, если поменять оружие, то процент увеличится до 70%. Я думаю, этого хватит. Да. Так. Ты снайпер, значит, да? Который ни по кому попасть не может. Куда бы тебя спрятать-то тут получше? За машинами вообще мне не нравится спрятаться. О! А вот это вот хорошо, слушайте-ка. Вот тут вот спрятаться будет, по-моему, вообще норм. Может, еще заодно и заметишь кого-нибудь сектоидов, нет? Нет, ты. Тогда... Тогда тебе придется бежать вперед очень резво и резко. Хотя зря, наверное, такого опытного бойца так сразу на передовую кидая. Бля, мне туда гранатку бы. А, нет. Гранатка уже не поможет. Бля, да что ж такое-то? Ну, капец просто. А ты хилить можешь только себя или других тоже? А почему у тебя граната, я не понял. Я что, не поменял тебе оружие? Вот я... Бля, мудак. Так, тут у нас что? Тут у нас опасно. В принципе, тут везде опасно. Попробуем вот так вот. Надеюсь, не прострелят. Ты. Да тебе что? Тебе сваливать надо? Обидно, конечно. Это значит, что мы по-любому не возьмем пришельцев в плен. Ну, снайперила, ты меня бесишь. Я же тебе прокачивал обилку, чтобы, типа... Если один человек видит этого пришельца, то и все видят пришельцев. Как так, снайпер? Ты меня расстраиваешь. Ну, капец просто. Ты. Гранатой одного точно можно зацепить. Конечно, я и аптечку ей хотел взять, а не гранату. А, это вообще другая какая-то. Пошла ты нахер, я не смогу никого взять. Опаньки. Я, конечно, не настаиваю, но все-таки... Бля. Как он с такого расстояния вообще начал стрелять по нему? Вот эти ученые в натуре не понимают то, что солдаты на поле боя гибнут. Как эта машина взорвалась после взрыва гранаты где-то через ход? Так, ладно. Кто тут у нас? Так, в принципе, вот сюда вот есть... Но это рывок будет. Рывок это плохо. После рывка я не смогу атаковать никого. С другой стороны, ты. Тебе повезло, чувак, что по тебе так промазали. И ты можешь даже по кому-то стрелять 45%. Но я думаю, это неплохо. Да, попал. Два урона. Конечно, маловато урона. Но тоже неплохо. Так, я думаю, вот сюда вот лучше встать. И вот так вот, если что. Вдруг появится откуда-нибудь. Ты! А вот ты меня уже раздражаешь. Снайпер, который не может ни по кому стрелять. Бля. Куда б тебя засунуть? За мопед, если тебя спрячут. Ты охеренно будешь в обороне стоять? Что-то мне подсказывает, что не очень. Ну а что с тобой делать-то? Если ты не хочешь никого атаковать. Так. Ты, значит, никого не видишь. А если за горящую машину уже спрятаться, то ничего страшного не будет, да? Надеюсь. Бля. Еще один. Ебать, их уже четыре. И причем все видят ее. И она всех видит. Вот это плохо. Ну то есть это хорошо, что она всех видит. Ну то вот. Тридцать процентов. Мало. Пятьдесят. Тридцать. Блядь, гранатку бы туда. Слушайте, я думаю, лучше ее увезти, наверное, отсюда. Слишком опасно. Если все по ней начнут стрелять, то... Бля, вот гранату вот сюда бы кинуть. У меня ее нет уже. Ммм. Что же, что же делать? Ну подводить близко вообще не вариант. Я думаю, она окочурится махом. За машину прятаться тоже не вариант. Она тоже окочурится махом. Если за машину спрятаться, они все в нее по разу выстрелят, она взорвется. Если в нее еще и попадут. Доктор Пападопулус. Бля, хер знает, попробуем. Снайпера надо. Снайпер еще ни разу не выстрелил за всю эту... Ну, ход пришельцев. Я не против видеть, что они делают. Я как бы вижу некоторых из них. Бля, машина взорвется сейчас. Бля, они все там. Ракетчика бы сюда, сука. Вонючий снайпер. Как же ты подставил меня? Ты по кому стрелять-то можешь? Так. 50 процентов. 70 процентов. Странно. Он, по-моему, больше за укрытием, чем тот, но тем не менее. Че ты высунулся? Хорошо, что ты высунулся. На самом деле. Так, ты тоже можешь по кому-то пальнуть. 30 процентов. Ну, это маловато, слышите. Вообще не айса. Может, из пистолетика? Из пистолетика тоже 30 процентов. Долбанная поддержка. Ладно, попробуем сделать то, для чего, в общем-то, поддержка и предназначалась изначально. А именно в дымовые шашки. Так, я боюсь сейчас больше всего вот за этого чувака своего. Но я ни до кого докинуть не могу. Снайпер, в принципе, не должен пострадать. А вот она может. Ладно. Кидай под себя. Это как срить под себя, но только кидай под себя. Так, ты. От горящей машины надо по-любому его уводить. Но вот я боюсь то, что вот с этим ящиком будет не очень безопасно, так сказать. Да. Бля, еще один. Я забыл, что их так много. И они все решили стрелять по этому, да? О, хорошо, что ты туда встал. Снайперу будет проще в тебя попасть. В порядке. По тебе попали, по-моему, один раз, если я не ошибаюсь. Так, снайперюга, давай. Кого? 50% мало. 70%? Ага, хорошо. 50%. Нет, 50% это... Не айс вообще. Хотя и поэтому, наверное, 70% и у нее будет. Вот ты. Можешь атаковать? 50%, 50%, 30%, 50%, 50%. Давайте сначала попробуем. Блядь, еще из пистолета стрелял, ну заебись. 25, 45. Ну, по крайней мере, Райню. Бля, если бы она попала, хотя бы раз по нему. Ладно, снайпер, хули. Конечно, понимаешь, что 70% это клево. Не подведи, мудак. Бля. Вот мудак, подвел. Ну, сейчас у меня точно кто-нибудь умрет. Слишком уж их много. Да. Сука, с одним хп, ну куда ты бежишь? Зачем ты с одним хп куда-то бежишь вообще? Да, все, капец ему. Если я это сейчас не промажу, то... Или ты по снайперу хочешь стрелять? Да. Не повезло рядовому из России. Но зато снайпер сейчас должен просто карать. Давай, что? И все из-за долбанной Франции. Вот. Много чести сильно для Франции. Да, только еще один остался. Минимум. Здесь просто ад. Просто ад? Да, можно даже выстрелом в голову его приложить. Хотя... Он и без крита сдохнет. Бля. Рядового потеряли. Ну, молодой, неопытный, что? Че уж поделаешь. Побежал в поле боя. Подумаешь, что я им управляю? Будем считать, что это он. Молодой, неопытный. Побежал. Прямо в гущу событий. И немножко не выдержал. Не проперло, так сказать. Игорь Богданов. Зато Петр Васильев что-то получил. Что ты умеешь? Тактическое чутье. Защита увеличивается на 5 за каждого противника в зоне видимости. Хм, клево. Каждый враг в поле зрения увеличивает шанс критического попадания на 10%. Ну, не, лучше уж защиту. Он же с дробовиком ходит. Ему надо близко находиться. По нему, значит, будет стрелять много. Сержант Йон Папа Йон. Да. Фрагменты оружия. Франция. Теперь Лиль в безопасности. Что за город вообще Лиль такой? Северная Америка в тревоге. Паника возросла. Африка в тревоге. Паника возросла. Мы видим все. Я за вас посидетски рад, конечно, что вы все видите, но... Я до сих пор не понимаю, чего добиваются пришельцы. Они нас изучают? Нам кажется, что они похищают людей без разбора. Но, может быть, в этом есть какая-то закономерность, которую мы пока не видим. Так. На войне всегда есть лидер, полководец. Тот, кто отдает приказы. Думаю, в этом отношении пришельцы не исключение. Но какая же сила, какая власть нужна, чтобы управлять столь разнообразными созданиями? Что заставляет их следовать великому плану вождя? Почему вообще вы инженерный? Чувак из инженерного отдела думает об этом. О, школа офицеров. Опытный убийца. Размер отряда. До пяти бойцов. Но я думаю, это хорошая штука. Нам можно, в принципе, и эту купить. Больше опыта. Мем Ореал. Да, Ринса. Вообще не представляю, что это, кто это. Ангар. Оперативный штаб. Ну да, доктор Вален умеет вести допросы. Эта девица – самый страшный кошмар любого лунатика. Хотя с виду она симпатичная. Кто б сомневался. Так, то есть, вот так вот, да, значит, это уровень паники. Я думал, что наоборот, чем больше, тем хуже. А оказывается, что чем больше, тем хуже. Я думал, чем меньше, тем хуже, а тут чем больше. То есть, думаю, следующее надо в Канаде вызывать. А то они мне спутник не дадут. Ну ладно. Ну что ж, на этом мы и закончим, в принципе. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Вступайте там в группу ВКонтакте. И друзьям советуйте. Это казармы у меня такие. Ни хрена себе, бильярдик. А где мои солдаты? Это реально мои солдаты или просто модельки? По-моему, просто модельки. Хотя нет, вот моя, да. Точно. Которые больше всего тренируются, те больше всего и убивают. Зато Это, блин, отмечает, видно, свое, этот Био-хазард. Прям резидент ивил. Так. А где лысый мой чувак? Ну-ка, лысый. Лысый. Что делает лысый? Он должен замаливать свои грехи до сих пор. Но я почему-то его вообще не вижу. Странно. Похоже, он к негритянке подкатывает. Она бухает, а он к ней подкатывает, ждет, пока она напьется. А, вот еще тут что-то есть. Тоже солдатики. Так, ну тут что-то... Я не совсем понимаю, тут 99 человек можно содержать. Ну, бля, нахрена себе, столько людей-то. Неужели мне, на самом деле, понадобится столько отрядов, такое количество? Или у меня постоянно будут дохнуть люди? Да, надо кого-нибудь еще в живого захватить. Ну что ж, как я уже сказал, в следующем летсплее все. Так что подписывайтесь, лайкайте, советуйте друзьям. В группу вступайте. С вами был Сет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok